Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Анастасия Гулис. И сегодня я хотела бы рассказать вам про кустарники, которые помогут преобразить ваш сад в самые короткие сроки. Почему возникла эта тема? Ну, наверняка весною всегда просыпается очень сильно критическое мышление. Мы ходим по своему саду, и что-то нас не устраивает. Мы видим некрасивый забор соседа, неприглядные хозяйственные постройки. Любой объект, который нас беспокоит, хочется скрыть посадками какими-то в ближайшие сроки. Можно, конечно, попойти по пути наименьшего сопротивления и обойтись просто высокими однолетними быстрорастущими растениями. Но если уж подходить к делу серьезно, то, конечно, лучше создать кулисные посадки из каких-то кустарников, которые будут помогать сохранять вашему саду красивый вид достаточно долгое время. Для того, чтобы определиться с выбором таких кустарников, вам необходимо определить тип почвы, который преобладает на вашем участке, а также степень увлажнения этой почвы. Естественно, кустарники, которые растут быстро на глинистых почвах, далеко не всегда ведут себя так на сухих песчаных почвах. Поэтому всегда это следует брать во внимание. Из самых неприхотливых быстрорастущих кустарников я бы порекомендовала такой вид, как дерен белый. Этот кустарник называется также еще сведина. Это очень зимостойкое растение, неприхотливое, растущее хорошо как на песчаных, так и на глинистых, на суглинистых почвах. Ему не очень важна степень плодородия почвы. Естественно, что на достаточно плодородных, увлажненных почвах он растет гораздо быстрее, но в принципе и на песчаных, достаточно сухих почвах он показывает неплохие результаты. Видовой дерен белый представляет не слишком большой интерес для ландшафтного дизайна. Его стоит использовать только если вы видите, что ваша почва совсем такая неплодородная, непитательная, поскольку это самый неприхотливый вид. И этот кустарник имеет массу достоинств. Кроме того, что он быстро растет, он обладает очень красивыми, ярко окрашенными, пурпурно-красными побегами, которые могут украсить наш сад во время, когда этот кустарник сбрасывает листво. То есть с поздней осени до распускания листьев весное. Но если хочется создать какие-то более интересные посадки, которые летом будут придавать дополнительную красоту вашему саду, то можно использовать другие сорта этого дерна. Дерен белый Elegantissima отличается листьями с серебристо-белой каймой. Листья эти чуть мельче, чем у видового растения. Естественно, как у большинства пестролистных растений, скорость роста у него тоже несколько меньше, чем у обычного видового дерна белого. Но в целом за год этот кустарник способен дать прирост порядка 50-60 сантиметров. То есть это уже достаточно хороший показатель. А в целом сам сорт на хороших плодородных почвах достигает высоты куста 2-2,5 метра. На более бедных почвах, как правило, его высота не превышает 1,5 метра 80. В принципе, этого вполне достаточно, чтобы создать достаточно плотные и интересные кулисы. В продаже очень часто встречается дерен белый с белой пестротой листьев, который называется Argentiobariegato. По сути, это тот же дерен белый Elegantissima, только у него лист чуть покрупнее и не такой сжатый по краю. Потому что у Elegantissima очень часто по краю листа наблюдается такая как ложечковидность. То есть у него краешек листа как стянутый немножко такой. В продаже бывают и другие сорта дерна белого. Ну, из них чаще всего встречается золотистый Aurea, Шпета. Они, конечно, хороши, они тоже достаточно эффектно смотрятся в саду, но они по сравнению с вышеназванными отличаются меньшей скоростью роста. То есть если вы готовы подождать не год-два, а два-три года до создания полного декоративного эффекта, то вы тоже вполне можете рассмотреть эти сорта. Чем они отличаются? Дерен белый Шпета, у него по краю листа идет такая кремово-белая кайма. В весеннее время она такая золотисто-лимонная. Золотистый дерен, ну, собственно говоря, его название говорит само за себя. То есть у него весь лист, он такого золотисто-желтого цвета. Единственное недостатками вот этих сортов является то, что в затененном месте они не проявляют практически своей вот этой сортовой окраски. То есть такие кустарники следует сажать на хорошо освещенных местах. Родственником дерна белого является дерен отпрысковый. Этот вид встречается в продаже не так часто. Он очень хорош для создания красивых посадок в саду в зимнее время. Он чуть более требователен к влажности почвы. На песчаных почвах он растет, конечно, не очень быстро и не настолько эффективен, как дерен белый. Чем он отличается? Высота куста у него до 2,5-3 метров на хорошо плодородных почвах. Наиболее часто в продаже встречается сорт дерна отпрыскового, называемый флавиромео, что означает желто-побеговый, желто-веточный. Ну, собственно говоря, вот в этом названии все отличие этого сорта от вида. Его побеги не светло-зеленовато-желтые, а такие насыщенно-желто-зеленые. То есть там больше преобладает желтый цвет. Есть небольшой секрет, как поддерживать красоту вот этих кустарников, чтобы их побеги в зимнее время все время были хороши. Дело в том, что старые побеги, они приобретают такой буровато-коричневый цвет, то есть никакого эффекта нет. Для того, чтобы у нас все время были яркие, красивые побеги в зимнее время, весной надо вырезать половину побегов, не все, а половину побегов практически на пень. Тогда у нас отрастают новые побеги, они мощные. Еще один декоративно-лиственный кустарник, который сейчас получил большую популярность и вполне заслуженно он ее получил, это бузина черная. Бузина черная – это растение, которое встречается в Европе, достаточно широко распространено. Сейчас оно, благодаря результатам деятельности селекционеров, приобрело большое сортовое разнообразие. Эти сорта также отличаются чаще всего окраской листьев. Кроме того, у них есть сорта и формы, у которых есть такие рассеченные листья, имеющие не цельный край, а такие, они издалека даже напоминают японские клены, сортовые японские клены. То есть это растение можно также использовать, если у вас есть необходимость создать иллюзию японского сада, но в вашей местности японские клены не растут. В Беларуси они, например, не очень себя хорошо чувствуют. Сорта бузины черной, на мой взгляд, наиболее эффектные – это Ева. Она с пурпурно-такими красными листьями и очень красивыми розовенькими цветочками. И Golden Tower – это золотисто-листная бузина. Также есть похожие сорта у бузины кистистой или красной, которая, в общем-то, тоже достаточно широко распространенное растение. Но там чаще сорта отличаются рассеченностью листа. То есть есть сорт лоцениата. У него просто зеленые листья. И они такие похожие на петрушку, обычную видовую петрушку. И растение это очень мощное, очень быстрорастущее. Оно может достигать высоты 3-3,5 метра на хороших плодородных почвах. Но на песках, естественно, оно будет поменьше. Это растение очень хорошо отрастает после посадки на пень. То есть даже если у вас какая-то необходимость создать кулисы защитные в тех местах, где у вас может проходить техника, где могут быть какие-то повреждения этих кустов, достаточно будет просто хорошо укоренившиеся кусты посадить на пень, обрезать их на высоту 10-15 сантиметров. За сезон вы получите опять огромное красивое растение. Также из декоративно-лиственных кустарников большой интерес представляет такой кустарник, как Стефанандра Танаки. Он встречается не часто, но это очень изящный красивый кустарник с тонкими побегами, красиво свисающими. Растет он быстро и отличается совершенно необычным внешним видом, а стоит попробовать его в своем саду. Также быстро растут на плодородных и влажных почвах различные виды ивы. Среди ив есть естественно и кустарниковые виды. Но наиболее часто в городском озеленении и на приусадебных участках мы встречаем иву изящную сорта Элегантисима. Это растение шаровидную форму крона имеет. Оно неплохо себя чувствует даже на не очень богатых супещаных почвах. Единственное, что оно очень плохо переносит недостаток влаги. Также хорошо растет и быстро развивается в умеренной зоне России, в Белоруссии. Такая ива, как ива Хакурнишики. Но я для лучшего результата рекомендую все-таки брать ее не в привитую форме на штамбе, а именно в форме кустарника, когда она корни собственная. Это растение для того, чтобы поддерживать привлекательный внешний вид, стоит ежегодно, ранней весной коротко обрезать. Тогда оно за сезон приобретает очень красивую пышную листву и наиболее ярко окрашенные ее листья. Конечно, нельзя ограничиться на приусадебном участке только посадками декоративно-лиственных кустарников. Но есть, конечно, ряд кустарников и среди красиво цветущих, которые тоже заслуживают внимания именно как быстрорастущие кустарники. Если вам интересна эта тема, спрашивайте в комментариях. Возможно, будет записано еще одно видео на эту тему. А на сегодня я хотела бы с вами распрощаться. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok